Здравствуйте! В эфире новости в студии Светлана Кошкина. И вот что я и мои коллеги расскажем в нашем выпуске. Ищите девушку. В Кемерве пропала 15-летняя Яна Титова. В селе Мазурово уничтожили 6 гектаров конопли. Мероприятие проводится с целью предотвращения преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Фермеры заставят посадить культурные растения. Кататься по-новому. Лучше работать на новом, чем на старом. Новокузнецку подарили автобусы. Какой простой и дешевый способ придумали в Южной Корее для сигнализации об освободившейся парковке, смотрите в рубрике «Тем временем». В Кемерве уже третьи сутки подряд не могут найти 15-летнюю девушку. Последний раз Яну Титову видели в жилом районе Кедровка 24 июля. В поиски включились волонтеры. Днем они рассказали, что якобы нашли труп молодой женщины. Однако полицейские уже опровергли эту информацию. Также недавно кто-то выходил с сеть с аккаунта Яны ВКонтакте. Страницу девочки проверяет прокуратура. Сейчас по факту ее пропажи возбудили уголовное дело. Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев взял расследование под личный контроль. Если у вас есть какая-то информация о местенахождении Яны, сообщите в полицию. Яна у нас очень хороший, спокойный ребенок. С отверстниками у нее. Конечно, может быть, и были какие-то проблемы, но они такие поверхностные, чисто на школьном уровне. Но вообще она мирная, дружная девочка. В Новокузнецке мужчина избил пенсионера, которому во внуке годится, потому что ему не понравилось, как он водит машину. Происшествие сняли на любительскую камеру случайные прохожие. С побитым пенсионером общались наши корреспонденты. Этот ролик сняли случайные свидетели. На нем отчетливо видно, как молодой мужчина подлетает к москвичу, ногой выбивает стекло, затем разворачивается и спокойно садится в свою машину. Сам потерпевший, 83-летний Александр Акимович, не хочет даже вспоминать, что с ним случилось. Я даже думать об этом не хочу, потому что это мне напоминает опять то, что я там стою, разбитый. Я не хочу уже это событие держать у себя в душе, в голове. Я хочу это побыстрее забыть, потому что это мешает жизни, мне надо дальше жить. Большую часть времени Александр Акимович проводит на даче. А тут пришлось поехать в город по делам. Выезжал со двора, собирался развернуться. Увидел вдали черную машину, думал проскочить, но маневр завершить не успел и приостановился. Он быстренько перескочил опять на правую сторону и ногами в стекло, ногами в это. И раздробил стекло до невозможности. Осколки даже у меня вот в этом кармане оказались от стекла. И решил уехать быстренько. Вот только скрыться ему не удалось. Случайные свидетели не остались в стороне и задержали дорожного преступника. Все произошло на перекрестке проспектов Кузнец-Троевский и Пионерский. Неравнодушные очевидцы, коих оказалось немало, перегородили путь злоумышленнику и вызвали ГАИ. Его заперли здесь, и в принципе ему уже никуда не было двиваться. Вот заперся в машине. И всем доказывал, еще приоткрывал окно, говорил о том, что приедет милиция, как приедут, так и уедут. Ему типа ничего не будет. Даже в присутствии стражей порядка злоумышленник продолжает вести себя вызывающе. Он не то, что не пытается извиниться, а в принципе не осознает своей вины. Старого пожилого, вот если у тебя отца нашли пинать, что ты можешь делать? Ты его пинал при мне на глазах. Ты его пинал. Ты открыл дверь и туда ему пару раз ногой заехал. Что ты мне рассказываешь? Все это время рядом с потерпевшим находится его дочь Татьяна Александровна. Признается, это такой шок, что просто в голове не укладывается. Жизнь его не сильно баловала. Старший сын из десяти детей ему как бы в этой жизни досталось. Вот, и он не привык жаловаться. Кроме него, я была шокирована эти два дня. Еще до сих пор в нормальном состоянии. Войти не могу. Теперь водитель иномарки должен как минимум возместить пострадавшим ущерб. И он понесет наказание, уверяют полицейские. За избиение пенсионера был задержан 32-летний житель города Новокузнецк. Ранее к уголовной или административной ответственности он не привлекался. В настоящее время в отношении него решается вопрос о возбуждении уголовного дела сразу по двум статьям. Это статья 167-я, мощное повреждение имущества. И 116-я, побои. Проводится доследственная проверка. Видео в интернете до сих пор находится в свободном доступе и набирает просмотры. Под ним продолжают скапливаться гневные комментарии. Мол, человек пережил войну, и вот она, благодарность нынешнего поколения. Наталья Токмагашева, Елизавета Черняк, Константин Алёхин, Артём Казак. Новости моего города. В КНР на одной из шахт произошла трагедия. В пожаре погибли 10 горняков. В связи с этим губернатор области Аман Тулеев выразил соболезнование послу Китая в России. Говорится на официальном сайте администрации Кемеровской области. Вот что ещё сказано в сообщении. В китайской провинции Шэнси на одном из серных рудников рабочие ремонтировали вентиляционные стволы. В ходе работ из-за несоблюдения правил техники безопасности загорелись электрокабель и деревянные конструкции. В момент инцидента в забое находилось 27 горняков, 17 из которых в тот же день удалось спасти. Девятерых из них доставили в больницу. Состояние здоровья остальных восьми шахтёров оценивается как удовлетворительное. 10 горняков оказались заблокированы под землёй и в результате пожара погибли. Новокузнечане уже сегодня начнут кататься на новых автобусах. Ключи от двух МАЗов вручили водителям, тем, кто отличился на работе. Подробнее о том, как в Южной столице реализуется губернаторская программа «Транспорт» в нашем сюжете. Николай Юрьевич большую часть жизни проводит за баранкой. Сегодня он получает звание лучшего водителя общественного городского транспорта и губернаторскую премию. С этого дня шофёр будет выходить в рейс на новеньком МАЗе, ключи от которого стали поощрением за добросовестный труд. Для водителя это стало полной неожиданностью. Он рад и в то же время растерян. Вручили новый автобус. Он новый, есть он новый. Лучше работать на новом, чем на старом. А значимый, насколько положительный в сторону. Хороший автобус. В этом году городской автопарк уже пополнился на 38 единиц техники. Из них 4 трамвая, остальные автобусы. Исполняющий обязанности главы Сергей Кузнецов уверен, новый транспорт не один год прослужит верой и правдой не только водителям, но и пассажирам. В Новокузнецк как никогда в этом году автобусы поступают. И всё это, конечно, благодаря совместным усилиям областной администрации, губернатора Мангумировича, который проводит чётко системно свою политику в области транспорта, обеспечения транспорта. Есть такая программа, губернаторская программа транспорта. И вот по этой программе мы и получаем. Качество автобусов налицо. Новые МАЗы оснащены двигателями нового типа и коробкой автомат. Последние особенно спасают водителей в каждодневных изнурительных пробках. Да и пассажирам в таком транспорте ездить гораздо удобнее. Уже сегодня новобранцы выйдут в свои первые рейсы и будут работать на городских маршрутах. Оксана Фолина, Елизавета Черняк, Александр Архипенко. Новости моего города. Кузбасская компания построит порт на Дальнем Востоке. Морской угольный терминал разместится на мысе Теликовского. Накануне губернатор Приморского края Владимир Миклушевский и президент холдиновой компании Сибирский деловой союз Михаил Федяев, действующий по поручению губернатора Кемеровской области, подписали соглашение о взаимном сотрудничестве. В его рамках на Дальнем Востоке будет построен специальный порт для экспорта российского и в том числе кузбасского угля на азиатско-тихоокеанский рынок. Мы со своей стороны обязуемся все обязательности для взятых выполнений в полном объеме. И кратчайший срок приступить к строительству порта. Это будет, наверное, уже в следующем году, в втором полугодии. Идет экспертиза. Экспертизу мы в начале года уже сдадим. То есть проектирование идет полным ходом. Маленькая кемеровчанка Диана Эйзнер была обычной девочкой. Любила рисовать и кататься на коньках. Но во втором классе заболела менингитом. Из-за этого мозг девочки оказался поврежден. И теперь ей требуется большая сумма для лечения, которую родители не могут собрать самостоятельно. Но вы можете им помочь. История Дианы в следующем сюжете. Мама девочки едва сдерживает слезы, показывая рисунки и грамоты своего ребенка. Диана среди сверстников всегда была образцом для подражания. Отличница в школе, занималась в хореографическом классе, рисовала, играла на фортепиано. Но в один момент все мечты и планы рухнули. Девочка заболела менингитом. Вирус врачи определили не сразу. И болезнь дала серьезные осложнения на головной мозг. На тот момент она просто лежала и не ходила. Не могла сама себя обслуживать. Просто лежала. То теперь 3 года интенсивной реабилитации. Мы уже восстановились. И нам осталось совсем немножечко. То есть сейчас лечение в Израиле могло бы нам помочь. Сейчас Диана передвигается с трудом. Медленно говорит и пишет. Однако такое состояние для нее уже большая победа. Она мужественно борется за свое выздоровление. Каждый день ей приходится делать специальные упражнения. Она даже продолжает играть. Хотя пальцы ее плохо слушаются. Мелодии, правда, грустные. И девочка со вздохом признается, что веселых она давно не помнит. Ее друзья, бывшие одноклассники, приходят к ней все реже. Реальный мир ей постепенно заменяет иллюзорный. Ведь там она чувствует себя полноценным ребенком. Играю в компьютерные игры, раскатывать, кроссворд ее пью. Лечение в специальной израильской клинике для детей, перенесших менингит, стоит 2 миллиона рублей. Нужную сумму родителям собрать не по силам, но спокойно смотреть на больного ребенка они тоже не могут. Остается только надеяться на милосердие людей. Вы можете помочь Диане. Отправляйте деньги на счет. Все реквизиты на ваших экранах и на сайте телеканала «Мой город». Лариса Михеева, Инна Сладкоедова, Константин Червяков. Новости моего города. В Междуреченске больше нет очереди в детские сады. За последние три года там появились полторы тысячи дополнительных мест. На это потрачено почти 350 миллионов рублей. За это сегодня губернатор области Аман Туреев наградил главу Междуреченска Вадима Шамонина. В селе Мазурово уничтожили 6 гектаров дикорастущей конопли. Кустарники поспешили скосить и сжечь, пока к ним не протоптали тропу местные наркоманы. Что теперь будет с хозяином плантации, узнала Татьяна Матвеева. Уже три часа туда-сюда ездит и косит эту трын-траву трактор поселка Ясногорского. Пока о прополе активных веществ не узнали наркоманы, искоренять дикорос прибыли стражи порядка. Как сообщил замначальника отдела полиции по Кемеровскому району Алексей Архипов, в окрестностях подобных плантаций полицейские с регулярностью задерживают граждан, которые перерабатывают эту траву и продают. Проводится мероприятие по уничтожению дикорастущей конопли. На участке местности примерно 6 гектар. Мероприятие проводится с целью предотвращения преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Коноплю скосили и сожгли. Теперь предстоит долгий разговор с владельцем этой земли. Хозяин участком не пользуется. Но в сельской администрации с такими фермерами заключают особые соглашения. Так, в этом году у нас заключены соглашения с предприятиями, с некоторыми предпринимателями. В частности, заключено соглашение с ООО Кемерово племм Моторин Василий Сергеевич, который в этом году по договоренности, по обоюдности с нами перепахал поле дикорастущей конопли. Уже в этом году на два раза. И планируют осенью посадить озимые. Межведомственная операция «МАК» сейчас проводится по всему Кузбассу. И за это лето стражи порядка планируют уничтожить 380 гектаров конопли. Половину уже искоренили. Вместо наркотравы на кузбасской земле будет расти рожь и озимые. Земля дикоросом зарастать не будет, а принесет полезные плоды. Татьяна Матвеева, новости моего города. Кемеровчанка сбилась с ног, ищет пропавшую птицу. Любимец семьи попугай Проша вылетел в окно и не вернулся. Хозяева просит жителей города помочь в поисках питомца. О блудном попугаю в сюжете моих коллег. В одной из квартир по проспекту Октябрьскому случилась беда. Любимец Елены, попугай породы краснохвостый Жако по кличке Проша, днем 19 июля вылетел в окно. Все члены семьи тяжело переживают отсутствие пернатого друга. Но больше всех его спутница попугай Плюша. Она плохо питается и ведет себя беспокойно. Сказали, что успокоится постепенно, конечно. Не хотелось бы, чтобы нашелся. Очень надеемся. Прошу купили в зоомагазине Новосибирска год назад. Дикая птица понемногу привыкла к квартире. С первых дней домочадцы полюбили Прошу. Позови Прошу. Позови. Скажи, Прошенька, прилетай ко мне, мальчик мой. Скажи, покорми меня. Он, корми меня. Первые три дня Проша летал во дворах или залетал на балконы. Но, увы, поймать его не удалось. Теперь путешественника не замечают вблизи родного дома. Но владельцы не опускают руки. Они очень надеются на вашу помощь. Если вы заметили попугая, летающего на воле, сообщите по телефону 8 904 990 00 37. Если же вам удастся поймать крылатого, вас ждет обещанное вознаграждение. Аника Рапетян, Константин Червяков. Новости моего города. Если вы останетесь с нами, то узнаете о том, как воздушный шар в форме стрелки поможет припарковаться. И вот что еще вас ждет далее. Модель подводной лодки, церемониальный кивер, книга об охоте. Сегодня в музей переданы новые экспонаты от губернатора. Тибет, монастырь и русские парни. Две недели мастера кунг-фу из Кузбасса жили среди азиатских бойцов.